Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1061 номер. События дня. Второзаконие 25.17. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился. И не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы владеть ею, овладеть, и сгладь память Амаликой из Поднебесной, не забудь. А это были образы для тех, для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Это я эпиграфом взял для тех, которые гоняются за мною и узнают, кто у меня в друзьях, в моем мире особенно там открыто. И начинают этих людей добивать. Всякие мерзости, пакости, притом верующие, верующие. И притом новые враги, как появляются, то же самое делают. Я им говорю, вот что вас ждет. Вы внуки Амалика. И объявление у наше. Прочитайте, тормозните и все прочитайте. Дмитрий пишет сегодня. Игнатий Тихонович, скиньте, пожалуйста, как вы молитесь. Я смотрел видео, счастье, нашел молитвословие и выписал для себя. Может быть, у вас есть полный вариант в текстовом виде. Благодарю. Три святые и сто поклонов. Это люди знают, а вы рядом не знаете. Ну, я им и отослал это. Сто поклонов. Наталья пишет. Спаси Христос Борис за запись. Это у нас противосектантские материалы. По скайпу сейчас рассматриваем. Первое священство. Прослушал. Очень интересно. И запись хорошо сделана. Никто не перебивает. И роль Сергея получилась хорошая. А особенно концовка. В общем, православный на следующем уроке, думаю, найдет твердые доводы из Писания. Братья, поактивнее участвуйте. Интересно было. Спаси Христос. Прослушая это занятие, пришла мысль и побуждение опять прослушать беседы по скайпу с сектантами. Там Игнатий Тихонович твердый, четко дает ответ по Писанию. Борис отвечает. Во славу Божию! Вот все. За день ничего больше я не выписал. Просто не было времени. Тут такой день был. События дня какие. Как всегда встали в воскресенье в 4.40. Володя идет топить там печь. Все здесь. То есть я остаюсь, почту разбираю. Дальше почта большая. Ну а потом что? Ровно в 8 начинается богослужение. Пришел пораньше. Немножко там даже снять успел. А во время богослужения у нас идут занятия с детьми минут 25. Это все заснято будет, показано. Тем более у нас сейчас 5 человек. Не один будет вести занятия. Пятеро, когда очередь чередность приходит. Богослужение закончилось. Сразу же заходим в трапезную и собрание. Собрание. И оно тоже записано и в свое время выставляется. Потому что сразу закачивать я не могу. Это администрация ресурсов наших делает. Далее. Собрание закончилось. Там остаются люди. Они завтракают. Трапеза у них. А мы тут рядом, домой идем. Здесь. Приходим туда. Иногда застаю еще. Они со стола только убирать начинают. Все. Это даже заснимутом поют. И занятия. Собрание бывает иногда час-полтора. Давайте ей говорить. Богослужение прошло полтора часа. Второе. Второе. Это уже второе. У нас полтора часа собрания. Дальше пообедали сразу занятия. Тоже полтора часа. Это третье. Вот три раза уже четыре с половиной часа. Дальше. Вечером по нашему, по Барнаульскому, шесть часов. Это четыре часа разница с Москвой. Сергей Пупков ведет занятия по скайпу. Евангелие от Луки. А уже только закончилось полтора часа. Следующие полтора часа из Франции Виктор Савченко ведет. Еще два. Полтора. До полтора. Три часа получается. Там противосектантское. Три до четыре с половиной. Ну что получается. Девять с половиной часов. Три с половиной. Там у нас было так, собрание, что я говорю, богослужение, собрание, занятие. Четыре. Четыре. Ну и четыре. Так это что? Шесть часов. Да здесь еще три часа. Девять часов. Девять часов воскресенье у нас уходит на занятия, на молитву. Официально. Девять часов. Вот какой распорядок воскресенья? Ну пусть кто-нибудь покажет где-нибудь там. Не просто перед народом выступил где-то. А что это как? Укрепляет людей все темы, разбираем вопросы, решаем и прочее. Все. Ну а дальше уже вечером бывает что-то и посмотрим. В воскресенье день такой. Бывает фильм какой-то посмотришь. Там нам скидывают. Вот посмотрите, дайте на него рецензию. И такое есть. Это у нас воскресный день. За одиннадцатый. Так. За одиннадцатого ноября. Ну посмотреть наши ресурсы. Вот это вот мой мир. Много фотографий. Очень много. Двадцать две тысячи четыреста тринадцать фотографий наших. Ну и форум. Православный форум. Вот прошлое воскресенье. Сколько человек нас посетило. Вот открываем, смотрим. Двести сорок один. Двести сорок один человек зашел. В воскресенье. У нас очень богатый материал. Тысячу шестьсот тем. Ну и новый ресурс наш. Это шесть лет уже как действует. Православный видеоканал. Открытым оком. Во свете Библии. Просмотров 26 миллионов восемьсот четырнадцать. Двадцать семь тысяч двести двадцать восемь подписчиков. И тринадцать тысяч чем-то. Ну тринадцать тысяч там семьдесят примерно. Видеороликов наших. Большой это во свете Библии. Православный библейский сайт. Очень большой. Около пятидесяти книг только аудио мне насчитать удалось. По милости Божьей. Вопросы и ответы, которые я давал в занятиях в университете, в милиции, три радиопрограммы. Все здесь заключено. Четыре тысячи сто двадцать четыре ответа. Вот так. Ну а на этом сегодня все.